Если вдруг взять Одесситов, убрать из Одессы и поселить туда жителей Ханты-Мансийска, Одесса не станет. Будет просто красивый город. Что можно услышать в Одессе? В Одессе можно услышать все, что угодно. И даже слепой человек, если вы его привезете в Одессу, привезите его на привоз и заставьте его слушать. И он сразу все поймет. Ему не нужна вот эта вот красота, мощенная деребаса, ничего не надо. Теща воспитывает зятел. Господи, боже мой, боже ж ты мой, с кем мы живем, с кем мы живем, да ты можешь хоть на что-нибудь заработать, кроме пары пустяков. Вот у Киры зят так зят. Он ставил Кире золотую челюсть. А так он купил Кире холодильник. А ты пробовал разморозить наш холодильник. Да проще разморозить пингвина, чем наш холодильник. Мы гуляем по Одессе, подходим к Потемкинской лестнице, а там ездит фуникулер туда и сюда, и он возит людей вниз и вверх, вниз и вверх. И в самой кабинке фуникулера сидит дама на тумбаретке. Сидит дама, она одесситка, она видать на пенсии решила подработать. Она берет деньги в 2 гривны за фуникулер. И она все время как бы вот извиняется за то, что она берет эти 2 гривны. Она все время вот сетует на дороговизму. Она все время жалуется. У нее рот не закрывается. То есть ей не важно, какие люди заходят, выходят. Да рассказала она историю. Не да рассказала. У нее просто вот так вот идет онлайн радио. Она говорит, знаете как, она говорит, ой, и шо, и когда такое было, шо бы фуникулер, шо бы фуникулер стоил 2 гривны. Это когда такое было. Так, шо вы туда мостали? Шо вы свою, так, возьмите свою собачку на руки. Шо, значит, зачем? А шо, я должна потом за ней вытерать ее лужи? Или вы шо думаете, шо я тут 2 гривны кладу себе на карман? А вы видели, шо они сделали с портом? Ой, шо они сделали с портом? Мой Сеня пришел недавно к порту и охудел. Он же ж так охудел, шо он побежал купить себе воды. А я ему говорю, Сеня, ты шо разоряешься без копейки денег? Это когда ж такое было, шо бы вода у порту водопроводная стоила 25 гривен за бутылку? Я говорю, Сеня, на тебе дулю, а на сдачу поди застрелись. Да вы на эти 25 гривен можешь тудой-сюдой планировать на хуникулёре. Ход цельный день. И в чем прелесть одесских приблотненных песен? В том, что там удивительным образом вот эти вот все одесские диалоги, они как-то вот так вот завернуты рифмой. Как будто так и было. И мы сейчас вам споем именно вот такую вот очень яркую песню, которая состоит... Это целая история. Там куча персонажей. Там происходит, естественно, драма. Песня эта называется «Вася Шмаровус». «Вася Шмаровус» — Я говорю, Сеня, давай. — Вася Шмаровус. Три кухне и один роскошный мальчик, Который ездил выбираться в город Нальчик, И возвращался на машине маркет-форда, И решил костюм элегантно, как угодно. Но ведь наша свою рода молдавата, Она бы так с собой прелестно, как лукванка, И к ней подсел ее всю старыш мне попучи, И в спутник жизни глазарь шмарагон. Держал ее, пока держал ручку, фу, трамвайя, Он ей сказал, о, моя роза, дорогая, Я вас прошу, я вас таки просто умоляю, Мне подари салонная льго. Потом Арончик пригласил ее на тропу, Он был тогда для нас как будто иностранец, Он пригласил ее в галантерей на очи, И посмотрел на шмаровоза между вручными. Хоть танцевать давно уж роза не хотела, Она ей с Ваською порядочно спотела, Но улыбнулась лишь в орле красотка роза, И зацеркала вода в ацюшмаработа. Арону он скатал в издисканой манере, Я там советовал, Повещу отдаваться к двери, Чтоб я в дальнейшем не обидел вашу ману, И прочь пошел, заправил белую бананку. Там был Артур один, известный Моня, Повщик и Берцлава реки, Кобочный сын, мадам Олешка, Т.Э.Симго, Известный Бандершин, красавица Одессе. О, хорошо к нему походка и пеликана, Достал в издискану из железного кармана, И так сказал, как говорят поэты, Я вам советовал беречь твои попреты. Но она широчий, был натурой, Очень пылкой, Ударил розочку по куполу, Бутвинкой, Официантку засадили вилку в бок, На этом кончилась салонная дорога. Официантку засадили в бок, На этом кончилась салонная дорога. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова